У меня посадят за это, а вот тут перешагни это. И не посадят. И родители заранее расписались. И это не носит никакого мучительства. Иногда я по голенищу только хлопну и всё. Он матерится. А что я тут должен снять? Крапива. Я положил её на... Ну, как это там... Назову их в палате. На таком уровне. Проведи губами, не может. Не можешь, плачешь. Плачет, не может. Ну тогда смотри. Я вывожу перестроем, а крапива жгучая такая, это недвудобная. Я её беру в рот. У меня губы волдырями. Зубами рву. Всех хохочет. Он и я не боюсь. Он возвращается. И теперь начинает губами водить по крапиве. Показать, что он мужественный. Ребёнок исправляется. Но нигде никто не будет заниматься. За 55 лет я ни одному воспитателю не позволил ребёнка дёрнуть или наказать. Кроме как питание лишить. За стол там первого или второго. Никто не будет этим заниматься. Вот это всё в твоём вопросе. Почему именно такие дети? Ко мне приезжает иногда даже ребёнок. Но бывает совершенно никакой. Нам идти смотреть. А фильмы смотрели тогда, видео были у батюшки. А у батюшки идти метров 350. Я не могу идти. Ну ничего, смотреть-то надо. Я не могу. Палатка 2 на 2 метра. Военная. Ложись. Валера лёг. Раз до конца взяли, понесли. Метров 100 пронесли. Но у меня он ещё не болит. Я сам пойду. То есть я должен адекватно к этому сказать. На одну девочку сказали. А действительно она приехала. Мать пьяница. Она с бабушкой живёт. Корову сама подоет. А девочке лет 9. И с банкой молока выходят на трассу Барнаул-Новосибирск. К шоферам продать. Она как рисковала-то. Чтобы хлеба купить. И учитель, который был, учитель из нашей общины. И он её привёл. Привёл. А у неё в ШИП первым делом работали. Но кто-то увидал. И на завтра её мальчик один обозвал в ШИВе. И она плачет. Ира, а что? Да меня вот Ваня обозвал в ШИВе. А уже мы её всё вывели. Нету. В колокол ударили. В колокол ототревога. Пять ударов. Это ЧП. Так. Кто Ира обзывал? Говорит или не говорит? Ну, он вышел. Я. Ищи у него в ШИИ. Ищить нету. Так. Я тебя наказываю. С сегодняшнего дня ты всё время будешь заботиться об Ире. Всё время помогать ей, где играете. Чтобы её никто пальцем не тронул. Худого слова не сказал. Наказание какое? И теперь между ними отношения другие. То есть на каждый случай свой подход. А люди, которые нападают Дудину, да он в глаза этого не видал, но своему ребёнку то ума не дастся. Человек, говорит, больной не на голову. Он душою больной. Какой-то дулевич там всё на нашем спасении заботится. Да нет. Это самые злобные, самые коварные, которые подались в миссионерский отдел или священники. Ему любыми путями надо уничтожить, чтобы на высоте город не был виден. Я их отлично понимаю. И поэтому на ваш вопрос ни один не ответит. То есть вы считаете, может, не считаете, видите, так что в любом состоянии человека, ребёнка, точнее, можно исправить, да? Было бы только усердие и желание. Вот сегодняшнего ребёнка взять, вот из мира вырвать, и можно его изменить, да? Ну вот я рассказываю, что это неподдельно. Это у нас сегодня, ну, любой воспитатель ещё живые. Слово «любой» я никогда не говорил. И потому что... Вы же, вот я добавлю, вы же, ну, опять же, прилагаете к своему, там, допустим, объявлению о наборе детей в лагере, вы прилагаете, что детей с компьютерными играми, там, и прочие состояния такие духовные, вы не принимаете. То есть вы видите, что это в детях уже неисправимо. То есть такие дети уже не готовы, не годны к исправлению, правильно? Вот только одно ввёл. Про то, когда я рассказывал про детей, компьютерных игр не было. Ну, простой пример, у меня опыт. Я уже говорил об этом. У нас храм деревенский. Окна открытые, двери открытые.